Крипто-трейдеры, вы наверняка уже слышали о крипто-арбитраже. Дело в том, что сейчас в сети огромное количество крипто-обменников, которые предлагают выгодный курс себе в убыток, лишь ради высоких рейтингов. На этом можно неплохо заработать от 2 до 6% за сделку, но сидеть и сравнивать курсы вручную практически нереально. Парни из CryptoWorld разработали софт, который ежедневно работает в поисках выгодной пары на обмен. Как только софт находит обменник с выгодным курсом, организаторы совершают несколько тестовых сделок и только потом публикуют для общего пользования. Также в своем Telegram-канале они проводят обучение и рассказывают, с какой целью делятся приватной информацией. Все ссылки в описании к этому видео. Всем привет! Добро пожаловать на канал Президент BTC. С вами Александр. 5 новых стран присоединятся к Альянсу BRICS в августе. Следующий саммит BRICS пройдет в августе в ЮАР и блок 5 стран примет решение о расширении Альянса. Сообщается, что расширение BRICS может произойти в августе, что приведет к ребрендингу Альянса в BRICS. Из 25 стран, подавших заявку на вступление в Альянс BRICS, 5 могут получить разрешение на вступление в блок. И 5 стран, которые вероятно присоединятся к Альянсу, это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Египет и Индонезия. Таким образом, BRICS будет занимать уже более 50% населения мира. Майкл Сейлор. Биткоин ETF – важный этап на пути к принятию институционалами. Основатель микростратеджи Майкл Сейлор в интервью The Block назвал принятие спотового ETF на базе первой криптовалюты большим событиям для криптоиндустрии. Это важный этап на пути к институциональному принятию. Я думаю, это важно, но не приведет к росту биткоина. До 5 миллионов долларов за одну ночь, отметил он. Соглашусь с его мнением. Ведь буквально 5 лет назад все ждали разрешения и появления биткоин ETF. И после того, как частично он был добавлен, цена биткоина все равно не стала расти. Так что да, бесспорно, это важно, но критически на цену биткоина это вряд ли повлияет. Далее, бывший топ-менеджер Goldman Sachs вошел в совет директоров Circle. Крейг Бродерик вошел в совет директоров компании Circle Internet Financial. Об этом сообщил CEO-соэмитента USDC Джереми Аллер. Глубокие знания и опыт Крейга в качестве давнего лидера по управлению рисками в одном из крупнейших и наиболее успешных финансовых учреждений мира станут важным активом, поскольку мы продолжаем продвигать наш бизнес-подход, ориентированный на регулирование, подчеркнул Аллер. Данная новость может передать уверенности в токене USDC на фоне того, что все ожидают краха USDT. Далее, Vodafone Германии выбрал блокчейн Cardano для собственной коллекции NFT. Немецкое подразделение глобального телекоммуникационного гиганта Vodafone обнародовало планы по выходу на рынок невзаимозаменяемых токенов через создание коллекции на основе блокчейна Cardano. Разработчик Патрик Тоблер опубликовал скриншот из чата Vodafone в Slack, где телекоммуникационный гигант изложил свой план запуска коллекции NFT. Да, мы планируем выпустить коллекцию NFT в этом году, и мы хотим использовать для этого сеть Cardano. Причина, по которой мы выбрали именно эту сеть, сводится к размеру сообщества, устойчивости, а также множественным возможностям, написал сотрудник Vodafone в официальном Slack-канале компании. Далее, Джон Дитон. ADA, MATIC, XRP и ALGA – это коды в киберпространстве, а не ценные бумаги. На фоне судебных исков против криптовалютных бирж Binance и Coinbase, классификация четырех альткоинов остается одной из самых обсуждаемых тем. Джон Дитон, защищающий интересы XRP, объявил в Твиттере, что эти криптовалюты не относятся к категории ценных бумаг. Дитон подчеркнул, что ADA, MATIC, XRP и ALGA RANT представляют собой последовательность цифрового кода, путешествующую по киберпространству. Причисление криптоактивов к разряду ценных бумаг должно определяться на основе дела Хауэ, которое создало прецедент для оценки инвестиционных контрактов. Заявил юрист. Нам не нужно читать решение суда по делу, связанному с платформой Telegram Open Network, из которой ясно, что токен Gram не был ценной бумагой. Нам нужно полагаться только на тест Хауэ. Верховный суд посчитал несущественным, является ли базовый актив спекулятивным, имеет внутреннюю стоимость или нет, написал Джон Дитон. Далее, QuickNode теперь поддерживает XRP Ledger. Энергоэффективный и децентрализованный блокчейн первого уровня с открытым исходным кодом, поддерживаемый глобальным сообществом разработчиков, и делает его доступным для разработчиков, использующих платформу. XRP-L добавлен в качестве 23-го протокола блокчейна, поддерживаемого QuickNode. Используя QuickNode, разработчики XRP-L смогут построить свой бизнес и приблизить Web3 к массовому внедрению с помощью надежных блокчейн-решений. В своем релизе QuickNode отмечает, что XRP-L особенно полезен для разработчиков, которые хотят строить бизнес. Благодаря возможностям протокола, разработчики могут создавать инновационные проекты и приложения для различных вариантов использования, включая платежи, токенизацию, DeFi и многое другое. Больше информации о XRP найдете на сайте xrp-buy.ru. Также на данном сайте выходят новости о нативных токенах сетей, которые соответствуют стандарту ISO 20022. И обязательно подписывайся на информационно-новостной телеграм-канал Flare XLMXDC. На данном канале выходят новости о токенах, которые займут свое место в новом финансовом мире. Ссылка на данный канал в описании к видео. Далее. Большой импульс сообщества XRP. Главный юрис-консульт Ripple получил награду. Стюарт Альдеротти, директор по правовым вопросам Ripple, недавно был удостоен премии Barton Awards 2023 в категории «Легенды в праве». Обладая 35-летним юридическим опытом, Альдеротти хорошо известен в криптосообществе своими заявлениями, раскрывающими нормативные проблемы в законах о цифровых активах. Премия «Легенды в законе» присуждается главному юрис-консульту за выдающуюся репутацию в юридической профессии и опыт решения сложных вопросов национального или глобального значения в различных специализациях. Так как Стюарт Альдеротти является защитником компании Ripple, это может говорить о том, что в деле SEC против Ripple он добился больших успехов, и токен XRP не будет признан ценной бумагой. В противном случае, если бы комиссия, которая присваивала эту награду, а Стюарт Альдеротти проиграл бы это дело, думаю, кандидатам на данную награду его бы не рассматривали. Далее, в число первых участников Феднау входят крупные банки, влиятельные поставщики технологий. Федеральная резервная система выпустила первую группу участников своего долгожданного платежного сервиса в режиме реального времени Феднау, который должен быть запущен в конце июля. В список первопроходцев ФРС входят 57 организаций, хотя в список входит несколько крупных банков и поставщиков технологий, которые обслуживают тысячи учреждений, создавая адресный рынок с миллионами потребителей и потенциал для гораздо более широкого внедрения в будущем. В число банков входят JP Morgan Chase, Bennyway Mellon, Wells Fargo и US Bank Corp., а также десятки местных и региональных банков и кредитных союзов. Поставщики услуг включают FIS и FISERV, у которых есть тысячи клиентов финансовых учреждений. Хотя запуск и отложили, но частичный запуск уже был произведен. Еще 23 февраля 2023 года были проведены тестовые транзакции, и скорость транзакций составила менее 1 секунды. Пат Теллин из Ripple о будущем крипто, как член Федерального совета по быстрым платежам США. Мы не будем слушать его интервью. Я хочу лишь сделать акцент о том, что Пат Теллин из Ripple, и он является членом Федерального совета по быстрым платежам США. То есть они говорят кому, что, как делать, чтобы правильно работать в новом финансовом мире. И продолжение внедрения цифровых активов продолжится. ВЭФ призывает правительство мира продвигать безналичные общества. Всемирный экономический форум призвал правительство всего мира начать реализацию планов по отказу от наличных денег и внедрению цифровых денег. ВЭФ опубликовал новый отчет о цифровых валютах центральных банков CBDC, приуроченный к его мероприятию «Летний довоз» в коммунистическом Китае на этой неделе. В своем отчете ВЭФ хвалил CBDC и призывал к государственно-частному партнерству в области цифровых денег и призывает правительство начать развитие безналичных обществ. И напомню, Брэд Гарлинхаус был единственным, кого пригласили на экономический форум зимой. Пользователь Тамми делает публикацию старого твита Говарда Муна, где у нас 26 июля 2021 года была сделана публикация «Шара, поделенного пополам» 50 на 50. И теперь в настоящее время становится понятным, что он имел в виду. Примерно к концу июля, когда и запустится Феднау, половина расчетов в мире будет происходить в старом режиме, а половина будет происходить в углеродно-нейтральном варианте, то есть с использованием блокчейн-платформ. Далее пользователь Юлий Роуз делает публикацию и намекает нам на то, что в июле будет 33 триллиона долга, но делает акцент, поместив картинку масонскую, что они производят свои так называемые мероприятия по определенным числам, ведь для них это имеет очень большое значение. И если посмотреть на текущий долг, он составляет уже больше 32 триллионов долларов, хотя месяц назад было 31,7, и потолок госдолга был поднят до 33. Странное совпадение, но думаю самое интересное начнется при достижении этой цифры в 33. Хотя в принципе самое интересное уже началось. Во Франции идут протесты всего лишь из-за одной смерти, весь город в огне, сжигаются банки, сжигаются все машины, народ беснуется, не думая, что это хорошо скажется на социальной обстановке. При этом недавно в Российской Федерации произошел якобы мятеж, но скорее всего это тоже была работа спецслужб. Как вы знаете, чтобы люди поверили в ложь, она должна быть ужасающей, поэтому смерть ряда военных во время проведения этой операции заставила весь мир поверить в правду. На самом деле я считаю, что это звенья одной цепи, которые ведут нас к определенным событиям. Если все будет продолжаться в таком духе, то можно в принципе к сентябрю ожидать сброс финансовой системы. В Америке, кстати, тоже не очень все хорошо. Там якобы из-за пожаров в Канаде происходит очень сильное задымление. Но самое интересное то, что задымления происходят именно над населенными пунктами, а если немножечко отъехать от города, то там оказывается чистый воздух. Когда это дым стал управляемым, агрессивным и избирательным? Думаю, это событие в США тоже запланировано и регулируемо. Пользователь XX пишет, что июль – это месяц инопланетян и зомби и выкладывает нам две картинки, где сопоставлены различные фразы с гематрией и очень много цифр, которые отсылают нас или к 3 шестеркам, или к 33, или к 9.11. В любом случае, ни одна из этих цифр ничего хорошего не несет. Далее, пользователь Мэтт делает публикацию, «Кибератака обновила телефоны Samsung и почти 1 миллион калифорнийских пенсий были взломаны». Да, все телефоны Samsung. Ваша личная конфиденциальная информация находится под угрозой. Остерегайтесь чего-либо подозрительного, например, сбоя или перезагрузки телефона. В миллионный раз сделайте резервную копию своих личных данных. Думаю, следует воспользоваться данным советом, ведь кибертерроризм, он не имеет никаких границ. Также в официальных источниках появилась информация об кибератаках на государственные органы Соединенных Штатов. К примеру, федеральная платежная система. Также платежная система Stripe. Об этом пишет Агентство Американской Кибербезопасности и указывает, что пошли DDoS-атаки. Ну и в конце ролика немного позитива. Это Egreg Crypto, который произвел анализ, выполнив его в инверсии, то есть перевернул. Согласно этого анализа, у нас есть повторяющиеся структуры. И если приблизительно их наложить на текущий график, мы можем получить рост токена XRP приблизительно в начале 2024 года. И первая его будет цена, это 50 долларов. Возможно, рост начнется до 2024, но я бы рассчитывал где-то на начало. Январь-февраль. Хотя не исключено и сдвиг по временной линии. Думаю, данный скачок в течение года произойдет. А конечный результат этого всего будет точка в 589 долларов. Как ни странно. Предлагаю вам заскринить этот анализ, потому что он наиболее подходит под правду. Ведь 2024 год это год восстановления крипторынка, а 2025 год это год пампа всех криптоактивов. Конечно же, тех, кто останутся в живых. Подписывайся на канал, если все еще не подписан. Ставь лайк, если видео было полезным и интересным. А также пиши комментарии по темам в данном видео. На этом у меня все. Здравия вам, мои дорогие друзья. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok